Нашли недалеко от Сухумвита, от Эска Лотоса реальный ночной рынок. Говорят тайский, тут и камбоджийские вещи есть. Рынок здоровенный, огромный, народу очень много. И он работает только пятница, суббота, воскресенье. И работает он только с вечернего времени, с 6 вечера до 22 вечера. В общем, рынок огромный, пойдем пройдемся, по цене сориентируемся. Сегодня так пробежка по легкой. Ох, маечки какие шикарные, отсвечиваются красиво. Пройдемся, проверим, просмотрим, что такое есть основное. Постараемся ничего сильно не брать, а уже на следующей неделе... О, зацените. Огонь и пламя. В общем, тут несколько этажей, я так понимаю. Пойдем глядеть. Вот этот ночной рынок, где можно поесть. Есть тут можно прям вот все подряд. Цены смотрите сами. Я тут сам даже не знаю, что тут есть. Ничего тут только нет. Все, в принципе, недорого. Ушки, макушки. Ребрышки, гусяшки. Рульки, мурульки. О, рис хорошая уже, хороший. Мидии, видать, всякие море. Ребята, вот такая рыбка, 160 бат. В общем, тут можно уесться. И, как видите, туда дальше, это много-много пролетов. Вот, кстати, уточку по-пекински можно сбернуть. Да, ребятки, кушать тут можно. Без остановки, сутками. Чего только нет. Просто, реально. Вот курочка вам всякая разная. Чего здесь только нет. Вот сладости, но сладости у них очень дорогие. Вот шейки всякие, 25 батарей. Сейчас я что-нибудь себе возьму. А есть вот такая вот куриная шаурма здесь. 60 бат стоит. Паттайе, по крайней мере. Лепешечку сначала обжаривает. Температура, конечно, здесь от печки эта кожарит уго-го. Потея не хочу. Шаурма, чикен. А, и по ручке, пожалуйста. Шаурма, курица, вкусно. Все, это самое главное. Затем идут ингредиенты различные. Лук, капуста, огурцы, помидоры. Так, это кетчуп. Так, это мазич. Майонезик от души. Ну и, видать, какая-то типа специя идет. Ну и все, и пошла нарезка, дербания курицы. Я не знаю, очень сложно передать запахи, но я вам скажу, здесь запах на миллион долларов. Прямо обалдеть. Слюни текут. Смотрите, сколько режет курицы. Этой курице хватит укушаться двум. С него начинает закидывать шаурма. Все, в принципе, за 60 бат. Если вот так вот вечером пересмог сильно не кушать. Спасибо. Спасибо, бай-бай. Рядышко, смотрите. Я что-то не помню. Тут кто-то... По-моему, тут... А, 10 штук. Грубо говоря, 100 бат различные суши. А есть вот такие вот блинчики. Банан, манго. А, блины из манго. Банановый, кокосовый. Просто блины яичные. Ну и простые блинчики. Готовят вот бананчики и все туда бросила. А, ну и тут гущёнка у нас раскидывает. Длинную лепеху. Сейчас эту лепеху будет жарить. Вот так вот она там. Ох, руками прям. И сверху, смотрите, яйцо с бананом. Что-то подобное начали делать... Вабакани у нас. Я вам скажу, это очень жалкое подобие того, что делают здесь. Здесь их несколько таких макашниц, которые от банана делают. Вот эти блинчики банановые, там вот так далее. С манго можно, пожалуйста. Но вот то, что делают здесь, это, конечно, просто огонь. Вот здесь очень много таких лавочек, в которых такие древние вещи лежат. Старые, можно даже самурайские мечи найти. Их очень много. Реально, вы сможете всё, что угодно здесь найти. Видно, что вещам тут, которые многим вообще уже не первый десяток лет. Прямо всё такое старое, опоюзанное. Не то, что она вот такая грязная лежит, да, а именно то, что есть вещи, которые очень старые. Хозяин трепетно к ним относится. Даже не разрешает смотреть в другой раз. И вот эти вещи здесь. Смотришь, некоторые... Допущение, что им больше ста лет. Больше ста лет. Это вторая у нас улица. Это я. Самый, так сказать, чёс начинается. Все выходят на тусовки. Бары, гоу-гоу, бары. А вот, кстати, наш байк пока пусть здесь стоит, а мы прогуляемся. Да, ночная Паттайя просыпается вечером. Очень много открывается различных магазинов. Шматья, барахла. На заднем фоне у нас там живой звук, живые синглы. Вон, кстати, индийские блюда. Есть интересные вещи, продаются на заднем плане курточки. Интересные. На второй улице, между второй и первой, нашли интересное место. Тут, в общем, и тату салон идет, и художественные, художники рисуют. Я, честно сказать, здесь еще не было. Даже такие большие картины рисуют. Кто хочет себе что-нибудь зататуировать. Получается, целая улица таких художников. Ну и все, татуировки. О, шаржики необычные. Тысяча баксов. Яркое что-то. Ох, кто-то тут. Мотоцикл спрятанный. Любят ковбоев рисовать. Либо уже вечер все закрылись. Либо еще не открылись. Одно из двух. Ну, я так понимаю, сюда есть тату салоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова